МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии. Ольга Пыречкина и в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капель. Какая погода ждет жителей Чувашии на этой неделе? Папа может все, что угодно. Кого признали лучшим отцом в столице Чувашии? За и против. Под какими лозунгами чебоксарцы вышли на митинги в минувшие выходные? На календарной весны остается буквально несколько дней. Однако погода, судя по всему, решила не ждать температуры. Во многих регионах страны, включая Чувашу, установилась мартовская. О том, сколько это продлится и чего ждать от первых дней весны, мы узнали у специалистов гидрометцентра. При температуре плюс 5 градусов по Цельсию отмечали День защитника Отечества в Петербурге. Аномальное тепло надвигается на Тверскую область, сообщают местные информагентства. В Москве всю неделю температура будет превышать климатическую норму на 6-10 градусов. Конец зимы в России выдался совсем не зимним. В эти дни капели звенят и в Чувашии. В первую половину предстоящей недели погода на территории Чувашии будет формироваться под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачности, преимущественно без осадков. Ветер южной четверки 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 3-8. Местами при прояснении возможно понижение до минус 10. Днем все-таки же уже мы перейдем на плюс от минус 2 до плюс 3. Во второй половине приблизительно с пятницы антициклон начнет нас покидать. Но все-таки же еще осадки возможны только местами небольшие в виде снега. Но уже будет наплывать облачность. Температура воздуха и ночью, и днем будут составлять от минус 5 до 0 градусов. В принципе, эта погода соответствует концу марта. Страшное ДТП произошло у села Климово на автодороге Канаши-Бресси 20 февраля. Об этом и сообщали ранее. Накануне стало известно, что количество жертв в той аварии увеличилось. Возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около 16 часов 30 минут 20 февраля текущего года, у села Климово и Брессинского района. Напомним, что по предварительной версии следствия автомобиль Рено Логан под управлением 34-летнего жителя Брессинского района выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 22-летнего помощника оперативного дежурного отдела МВД России по Брессинскому району, который от удара съехал в Кювет. В результате на месте ДТП погиб указанный полицейский и четверо его пассажиров, его 23-летняя супруга и полуторагодовалая дочь, 45-летняя мать жены и их 20-летняя знакомая. Еще одна женщина позднее скончалась в больнице. Водителя второго автомобиля с травмами доставили в больницу. Расследование уголовного дела продолжается. Назначены различные экспертизы. В Чувашии на строительство и ремонт дорог в 2015 году планируется направить более 2 миллиардов рублей. Об этом и многом другом говорили на совещании с главами администрации муниципальных районов и городских округов в Чувашии. В режиме видеоконференции рассмотрели вопрос о проектировании, строительстве и реконструкции автомобильных дорог до сельских населенных пунктов, которые не имеют круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. На строительство таких дорог направят 695 миллионов рублей. Из них 156 пойдут на дороги в сельской местности. О ходе работ по капитальному ремонту и благоустройству мемориальных мест, посвященных Великой Отечественной войне 41-45 годов, муниципальных районах и городских округах отчитался Вадим Ефимов. Всего в Чувашии насчитывается 266 воинских захоронений и около 1200 памятных мест и сооружений. В завершении конференции глава Чувашии Михаил Игнатьев, подключившийся к работе совещания, рассказал об итогах встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которая состоялась на прошлой неделе в Новочпоксарске. Отдельная рабочая встреча была очень полезной, результативной. На мои пять писем были даны соответствующие поручения в адрес федеральных министров правительства Российской Федерации. И сегодня уже мы по отраслевому принципу отработаем в наших федеральных министерствах для привлечения дополнительных инвестиций. Подробнее о совещании смотрите в вечернем выпуске программы «Республика» в 20.00. В Чувашии, как и по всей стране, начала действовать новая система финансирования капитального ремонта жилого фонда. Суть новации в том, что оплачиваем ремонт теперь мы сами, то есть собственники квартир. Это известие вызывает у людей и массу вопросов. Новая система финансирования капитального ремонта жилого фонда вновь стала поводом для оппозиции в очередной раз упрекнуть республиканские власти в нежелании решить возникшую проблему. Об этом шла речь на митинге, организованном сторонниками КПРФ и «Справедливой России». При этом никто не задумывается над тем, что закон федеральный и его обязаны выполнять во всех регионах. Суть новаций в том, что оплата капитального ремонта теперь производится по отдельной квитанции. Понятно, что решение вызвало неоднозначную реакцию жителей. Больше платить не буду, потому что вторая квитанция идет мне. То, что я платил один раз, мне вторая... А еще идет квитанция за иной месяц. Второй раз. Скажите, зачем я буду платить дважды? Поддержать этот митинг и высказать свои... Есть проблема, а есть пути решения. Вот не самое главное, чтобы говорить, как плохо, а надо сказать, как эту ситуацию изменить. Вот это самое главное. Пришли на митинг, поскольку на самом деле в жизни не самая лучшая ситуация, а поскольку сам вообще вот этот закон о капремонте ничего хорошего для нас не сулит. Поскольку мы даже не знаем, за что берут с нас деньги. Конечно, мне хочется, чтобы в наших квартирных домах происходили ремонты, чтобы наше жилье не только ухудшалось, а на самом деле делалось. Но просто нужно какой-то закон о том, чтобы именно вот дом... Я, допустим, предполагал и прилагаю, допустим, вот я живу в своем доме, у меня 11 подъездов. Вот чтобы именно счет открыли на мой дом, допустим, да, я лично сдавал вот на этот счет, а не так, чтобы куда-то уходили деньги и все, как бы не знаю куда. Просто мы же на самом деле не знаем, куда этот региональный оператор будет потом действовать. Решение о том, как платить за капремонт, принимали сами собственники жилья на своих собраниях. Большинство перечисляют средства в региональный фонд капитального ремонта. Такие фонды созданы по всей стране. Часть собственников аккумулируют деньги на отдельном счете своей управляющей компании. В федеральном законе четко прописано, что региональные власти несут субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным операторам обязательств перед собственниками помещений в многоквартирном доме. Предусмотрено в законе субсидирование как из федерального бюджета, так и из местного бюджета. Поэтому капремонт уже как проводился и было софинансирование. Поэтому я думаю, что и сейчас это же все сохранится. Поэтому говорить о том, что только собственники будут платить за капремонт, это неправильно. В принципе, против этого выступать не стоит. Капремонт просто необходим. Иначе мы останемся без наших домов. Нужно платить. Обязательно нужно платить. Потому что та программа, которая есть, есть еще программа, так называемая, краткосрочная, по которой можно те данные, которые в программе есть основной, передвигать по мере необходимости капремонта в каждом конкретном доме. И деньги можно брать за счет другого какого-то дома. Но ремонт нужно делать. За капитальный ремонт домов платили всегда и во все времена. Такая статья расходов была в общей квитанции услуг ЖКХ. Схема изменилась, когда жители приватизировали свои квартиры. Так что вполне логично, что став собственниками, мы сами заботимся о сохранности своего имущества. Господдержка, как она была, она и будет. Но накапливать мы на свое жилье обязаны. Это наше имущество. Когда вопрос касается купли-продажи, мы пользуемся этой возможностью. Получаем от этого дополнительные доходы. А вкладывать в это жилье, в свое же имущество не хотим. Должны быть равные условия, как в частном доме, так и в многоквартирных домах. Это наш дом, и мы его должны содержать, а не кто-либо другой. Взнос на капремонт общего имущества в многоквартирном доме является обязательным платежом. В соответствии с региональными стандартами стоимости капремонта, расходы на оплату коммунальных услуг и взнос на капитальный ремонт не должны превышать 10% семейного бюджета. Решение собственников помещений об отказе от данного платежа будет неправомочным. В любом случае, жителям республики следует прислушиваться к тем, кто действительно разбирается в проблеме. И не стоит поддаваться политическим призывам. Ну а в воскресенье, накануне Дня Защитника Отечества, на площадь республики в Чебоксарах другие горожане вышли под другими лозунгами. День Защитника Отечества. Праздник, в котором заложен огромный смысл. Любить, почитать, защищать свою родину. В случае необходимости достойно ее отстоять. И сегодня тема патриотизма, единой гражданской позиции, актуальна как никогда. Поэтому представители общественных организаций, политических партий организовали митинг на площади республики. Когда мы разрозненные, мы не понимаем, что будет делаться. Потому что мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Пользуясь случаем, конечно, хотелось бы поздравить всех защитников Отечества. Независимо, раньше говорили, что это мужской праздник. Я думаю, что и женский тоже, независимо от пола. Хочу поздравить всех с Днем Защитников Отечества, что Отечество для нас это самое главное. А потом уже мы должны понимать, что история нашей страны, она героическая. Она сложена из тех людей, которые защищали наше Отечество. Активисты молодежного движения поддержали инициативу военно-патриотических общественных организаций Чуваши. Очень здорово то, что в нашем городе проводится подобный праздник. Я считаю, что все чаще и чаще нужно проводить подобные праздники. Так как молодежи интересны такие мероприятия. Мы любим город, мы любим Чувашию, мы любим Россию. 23 февраля давно отмечается как праздник всех мужчин. Но немало и тех, кто помнит первоначальное и истинное значение этой даты. Павел Тимошенко – ветеран Великой Отечественной войны. Совсем недавно переехал в Чувашию с Кавказом. В год 70-летия Победы готовится отметить свой 90-летний юбилей. Раньше был день советской армии и военно-морского флота. Я всех благ желаю жителям Чуваши. Мне так понравился Чебоксар. Я здесь год, как раз год. А то я, как вам сказать, настоящий Кавказец, Северный Кавказ, Ставропольский край. Эта профессия, она отличается тем, что она сложная и опасная. Ну и по традиции в Чувашии очень хорошо отмечается этот праздник. В этот день мы едины. На митинг пришли и ветераны военно-морского флота. Россия всегда гордилась своими моряками. Сегодня, как никогда, стоит остро мысль об единении всех, сплощении вокруг нашего президента России, Путина Владимира Владимировича. Нас всегда окружали враги. И поэтому мы пришли здесь, чтобы показать всем, что мы едины и мы непобедимы. Идею проведения митинга, посвященного Дню защитника Отечества, поддержали в администрации города Чебоксара. Леонид Черкесов, депутаты городского собрания, тоже пришли на митинг. Я всех горожан, наших жителей, нашего города хочу поздравить с этим замечательным праздником, Днем защитников Отечества. Сегодня мы поздравляем тех, кто служил и служит в настоящее время в вооруженных силах. Всех тех, кто стоял на защите нашей Родины. Всех тех, кто защищал нашу Родину и за пределами в горячих точках, в оружием руках. И в первую очередь я хочу сегодня поздравить наших ветеранов, кто победил в Великой Отечественной войне. Именно 2015 год для нас важен, 70-летие победы. И мы должны окружить заботой и вниманием каждого нашего ветерана. Каждый ветеран должен быть в центре внимания, окружен заботой близких. И мы говорим, что депутатов Чебоксарского городского собрания, партия «Единая Россия». И этот год мы провести должны достойно. Регина Кубайкина, Расим Мухаммедов Итак, в этом году страна отметит 70-летие победы над фашизмом. Она оковалась руками Бориса Ильича Ермилова. В родном Алатре ветерана знают многие жители. Он работал учителем, а потом и директором местной школы. В годы войны он служил в морской авиации на Дальневосточном фронте. С героем Великой Отечественной познакомились и мои коллеги. Для него всегда первым делом были только самолеты. Ему удалось попасть в летную школу еще в юности, хотя это было и непросто. На одно место претендовали более 40 человек. Но во время отбора Борису Ильичу удалось буквально поразить экзаменаторов. Я ни бумагу не взял, ни карандаш не взял. Я говорю, давайте любой вопрос по математике я вам сходу отвечу. И тогда они меня сразу, а одна говорит, так и я. Я говорю, нет, у меня морской авиации. Там морская форма была самая и три года служить. Молодой специалист, который выучился на борт радиста и стрелка, был определен на Дальневосточный фронт. Говорит, что часто его группе приходилось совершать рейды во вражеские позиции. Это были по-настоящему опасные вылеты. Однажды во время прыжка с подбитого самолета у него не раскрылся основной парашют. Запасной летчика не подвел, и он опустился на землю живым. Еще один случай Борис Ильич вспоминает с содроганием. После взлета самолета, который был переполнен опасным грузом, его пилот упал в обморок. С одним я летал, он с пяти тысяч потерял сознание, кормили плохо. Он язык на баранку положил, понимаете, и в левый крен как дал. А штурман был еврей Каргер, Борис тоже, как и я. А эта машина была, вот, Ил-3, Ил-4, она двухштурвалка. Этот зачехленный был роль управления с правой стороны у него в кабин. И вот он его расчехлил, вставил и перед водой буквально выровнял машину. Сделанный на горизонт, и этот пилот очухался, очухался пилот. Ну, ушли мы, задание не выполнили. Борис Ильич во время полетов отвечал за связь и охрану самолета. Не раз его группу посылали в ночную разбедку. И задание считалось выполненным, если полностью я сфотографировал объект, куда мы что-то делали. И штурман, у него тоже АФА был, и у меня АФА. Вот мы двое, я с одной стороны, он с другой стороны. И сравнивает, когда после полета раз, два, три, его в один кабинет, меня в другой кабинет. Пилота в третий кабинет. Во время войны с фашистами он выполнил более 150 боевых вылетов. За проявленное мужество его наградили медалью и орденом Великой Отечественной. В мирное время Борис Ильич выбрал педагогику. Работал учителем и директором. И теперь часто приходит в школу, чтобы рассказать о своих подвигах молодым. Медрик Валев и Николай Яковлев. Республика. Они улыбчивые, задумчивые, рисковые, осторожные, юные, зрелые, сильные, телом и духом. Так или иначе, для каждого из нас они самые лучшие. В преддверии Дня защитника Отечества в столице Чувашии прошел конкурс «Самый лучший папа». За гордое и ответственное звание боролись девять президентов. В симпатии зала главы семейства заручились достаточно быстро. Скромные труженики и солидные начальники в обычной жизни, сегодня они проявили себя с самой неожиданной стороны. Устоять перед обаянием мужчин не смог никто. Тем более, что зрителями были родные и близкие конкурсантов. Признания в любви были адресованы и хранительницам мочега. Я люблю достать для тебя звездочку с неба. Лучше я помою посуду, когда ты устала после длинного дня. Пусть мы не пойдем вечером в шикарный ресторан, зато я сам приготовлю на ужин вкуснейшую жареную картошку. Ну и что, что я не умею красиво говорить? Сочинять стихи и петь серенады. Я лучше обниму тебя крепко-крепко, поцелую и пришепчу на ушко. Я люблю тебя. Для того, чтобы расположить к себе не только зал, но и строгих членов жюри, участникам конкурса пришлось попотеть. В прямом смысле этого слова. Мужчины прыгали через скакалку, растягивались и играли в футбол прямо на сцене Дома культуры. Перед жюри стояла очень непростая задача. Однако лучший папа все же был выбран единогласным. Самый лучший папа горда Чебоксары Михайлов Сергей Геннадьевич! В своем выступлении счастливый отец троих детей сделал акцент на патриотическом воспитании сыновей. Этим и завоевал сердца членов жюри. Призналась председатель попечительского совета Благотворительного фонда Республиканского совета женщин Лариса Игнатьева. Дарина Игнатьева, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Эфир продолжит программу «По существу». Разговор пойдет о материнском капитале. Оставайтесь с нами и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин